Господи Иисусе Христос, Сыне Божий, помилуй меня, греши. Номер 183. События дня. Хомут подогнан, опять же, 12-го. Это у нас... Кажется, тут правильно. Что-то не посмотрел даже. Это, наверное, не за этот день. Это этот день. С интернетом очень плохо. 12-го июня, 16-го года. Александр Марьясов. Мир вам, Игнат Тихонович. Вы, наверное, уже в Потеряевке. И, как правило, уже весь в трудах и физических, и духовных. Конечно. Большие дела тут. Не знаешь, как переезжать лог. Думаю, достать как бульдозер. И сейчас припомнил, когда наступление было в Белоруссии, и сумели танки переправить по болоту. Вязали такие матрасы, как бы, деревья там валили. Все в тайне надо было делать. Внезапно на немцев напасть. И вот, думаю, точно так, раздоранее бревну навозить, утоплять их здесь через лог. Ну, без тракториста, без бульдозериста говорить, не знаю. Ну, по-другому никак. Он... проехать на второй мостик. Помолитесь с братьями о Симеоне. 55 лет. У меня к вам просьба, если захотите. Ему сделали операцию на сердце. Именно сделали на тот орган, коим среди своих он бывает жесток. А порой и несправедлив. Чтобы в период своего выздоровления, если даст Бог, задумался он, что не как он живет, а зачем. Братьям, низкий поклон. Спасибо всех, Христос. Вот интересно. Что значит верующий? Он понимает не просто здоровье, да, а здоровье для Бога. И чтобы в Берлезе человек осознал себя, что не так. Так, Роман Кучма. Мир вам, Игнатий Тихонович, поздравляю вас с прошедшими именинами. Поясните, пожалуйста, ознакомился я с символом веры, с тем, который был до изменения, и принял его в сердце своем. Теперь не могу произносить символ веры новообрядчески, так как в нем изменен догматический смысл. Спасибо, Христос. Действительно так. Я разговаривал с митрополитами, с патриаршами, с епископами. Духа Святаго Господа Истинного. У нас произносится это. И когда они даже служат у нас, то это считается. Все остальное можно принять, и ничего там изменения такого нет. А именно Духа Святого Господа Истинного выбросили. Впереди говорится Бога Истина от Бога Истины. А тут не надо как бы. Это не годится. Спасибо, Христос. Юрий Соболев. Отличные ролики по монашеству. 55-56. По монашеству. Да, ведь все же просто и ясно во свете Библии. Причем здесь закрытость опыта монашества для Лапкиного. Как некто утверждал не так давно. Все открыто и прозрачно. Опыт монашества какой? Считаю и сравниваю. Спаси Христос. Опыт монашества какой? Отдалиться от мира. Быть одним. Ни о каком благовестии нет. Больше ничего не надо. А тут возникнет все. И революция, и мусульманство. Совсем не видеть. Это надо быть даже не слепым, а врагом истины Христовой. Юрий Соболев. Нельзя не согласиться с каждым словом. Прочтите, Игнать Тихонович. Текст небольшой. Вот. Показывает. Это от Андрея Кураева. Я только открыл. Сейчас там написано. Вредоносный сайт. Вирусы тут. Меня не допустили туда. Не читал. Оля Жигалева. Красивые люди, птицы и животные. Я вас всех люблю. Здоровья всем и радости, любви и терпения. С днем рождения, Игнатия. Радости всегда. Людмила Тарасенко. С днем рождения. Желаю вам большого уважения. Быть лучшим среди лучших на земле. И чтобы сегодня в праздник, день рождения, царила радость в сердце и в душе. Любить по-настоящему, желая и сил своих в работе не жалеть. Пусть в доме вашем счастье обитает, которое сумеет вас согреть. Сайт к истине. Поздравляю вас с днем рождения. Примите самое доброе пожелание Божьей милости и благословений. Радуйтесь всегда в Господе. Филиппийство 44. С уважением. Максим Степаненко. Максим, низкий поклон вам. Всегда молимся. И все остальное, там где что было. Все это наваждение вражеское. Самое главное наша молитва. И понимаем, до чего мы живем. Благодарю за поздравления. Но отвечать здесь я ничего не могу. Время нет. Даже только включил. Даже по скайпу. Только прочитал надпись и все высчитывается. Как так? 400 рублей в месяц. Здесь я нашли. Такое, как называют. График, трафик там. И этого не хватает. Не могу поставить этого ролика. Там он закачивается у меня полторы минуты. Здесь 12 минут. И за все. Ну. Истратил ресурс. И сказать. Сиди так. Андрей Карташов. С днем рождения, Гдад Тихонович. Слава Богу, что вы есть здоровье и долгих лет просвещения. О, просвещение. Так нуждаемся. Нина Колесникова. Никита Колесников. Елена Колесников. Мама Никиты. Здравствуй, Никита. Передает мне поздравления, Игнатий Тихонович, с днем ангела и пожелание крепкого здоровья, долгих лет жизни, совершения всех намеченных планов. Во славу Господа. Молюсь за вас. У меня планов всегда много. И, ну, говорится, все, что не начнет, успеет первый псалом. На мне первый псалом все время, как бы, выполняется. Господь так делает. Много друзей, благословений. И вот сейчас думаем тоже. Сегодня вот выйдем всем табором, самые маленькие, подправить трассу. Потому что делали зимой и не могли раздавить даже щебень. Это надо мелкие, мелкие не насыпали. Ну, трасса есть, грязь засыпали. Вот. Василий Гедуев. Много и благая лета от труды твоей принадлежат церкви. Ты же Христу Богу. Дай Бог, чтобы так и было. Александр Андрусенко. Игнать Тихонович, поздравляю вас с днем ангела. Мира вам и спасения. Александр, вам низкий поклон. Потому что без вашего расположения, помощи, никогда бы ничего тут не сделать. Евгений Вдовин. Дорогой мой отец Игнатий Тихонович, хочу поблагодарить вас за бесценные труды на Ниве Божии. Слава Господу. За вашу верность нашему Богу. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. Ну, вот сколько поздравлений. Только с одного контакта скинули. 450 и еще идут и идут. С днем рождения. Значит, маленько считают. А одноклассники не берут. Твиттеры, фейсбуки. Там сколько живой журнал говорит. Там просто не перечислишь. Телефон забили. Просто звонок на звонок. Идет все еще. Звонят. Желаю тебе всех. Всех благодарю. Ну, видимо, что людям Господь до сердца достучался. И очень много в скайпе. Прямо, ну, не могу никак. В моем мире очередь. Перебираю, перебираю. А то она в это время высчитывает с меня все. Кое-как вчера до конца добил. Ну, враждебного ни одного. Ни одного. То есть, враги, как будто бы есть. Ну, хотя бы слово сказали какое-то. Прости. Или мы тебе это еще насолим. Или никак. Молчат. И тоже хорошо. Враги умолкли. Врага сделают безмолвным. Потому что у меня дети вопьют. Интересно. Антихрист. Всякие чудеса, которые Господь делает. Все постарается повторить. Кроме одного. Когда Иисус грудных детей устроил хвалу, чтобы сделать врага безмолвным мстителем. Святые говорят, он безмолвный не может сделать. Дети кричать не будут, а сану Антихристу. Дмитрий Игоревич. Мир вам, Игнат Тихонович, многое лето. Непонятно, тройка. И сказал Господь, не вечно Духу моему быть пренебрегаемым человеками. Потому что плоть. Пусть будут дни их 120 лет. 120 лет это назначено было до потопа. Дни их оставшихся. Но так как они не изменялись. Господь говорит, отрезал. Это Виссарион пишет. На 20 лет. 100 лет от того момента, как Бог объявил о потопе. Любовь Муравлева. С днем рождения, Игнат Тихонович. Да благословит Господь вас. Задаст вам крепости телесной. Радости духовной. Да продлит вашу жизнь на долгие еще годы. На память вам от меня 41-42 псалмы. Вот и благодарю. Тут я всегда ставил ответы Библии. Я открывал занятия потеряю. И сейчас ничего этого не делаю. Потому что обстановка не позволяет. Только из-за интернета. Больше ни за чем. Я встаю рано. Вот вчера я встал. А в час ночи. И 20 минут второго было. И все уже. Все. И уже до утра. И дальше в храм. И такое идет. Поэтому утомляемость, конечно, есть. Вот я благодарю Бога. Теперь уже в интернете нахожусь в это время. Меня интересует все здесь, что приходит. Теперь вот мы отсылаем, что у нас за неделю было. Там будут ставить мне. Модератор, администрация. Работает над этим. Ну и я буду снимать только замки. Так что наши сообщения, это события дня, будут приходить на 10 дней позже. Примерно в среднем. На 10 дней. Ну ничего тут. Не война. Кто тут пишет? Надежда Тишли. Ответ на кого-то комментарии. Что-то они тут. Инна Тучкова. По делам узнаете их. Я не подхожу и не спрашиваю у батюшек. Что-то тут. Ну-ка, ну. Надо найти в оригинале. Открыть. Да? Да. Потом я. Так. Это Тишли. Вот такая. Зачем рукополагать и создавать свою церковь? Верните туда, откуда вы не спали. Правильно. По делам узнаете их. Я не подхожу и не спрашиваю у батюшек. Вы водимы Духом Святым или нет? Я это понимаю от их проповедей и дел. Надежда. По плодам узнаете их. Возможно, кого вы знаете из проповедей и дел, которые вы водимы Духом Святым, их можно увидеть в интернете. Вопрос. Рассказать, почему все ХБ, МСБ, баптисты не могут объединиться. Потому что они приняли власть, КГБ, их влияние, а другие не пошли под это сатанинское предложение. И теперь мы видим, что все ХБ, христианин, баптисты, больше пошли по либеральному пути угождения не Бога, а человеком. А МСБ выбрали узкий путь Христовый. Но не церковь. Как были, так и есть. Остается той и другой сектой. Но основное правильно. Тогда были отделенные, совет церквей. Эти более живут чисто. Это даже спрашивать не надо. О перемене священцев тут много что есть. Я уже не буду смотреть. Время у меня бежит. Скорее надо посмотреть. Виктор Бойко. Деревня Русская. Что-то тут с ошибками. Вы-то хоть без ошибок пишите маленько-то. Тут я не могу, не вижу то другое-то. А вы-то еще там. Шесть комментариев. Куда там гниющему западу до России. Крым не отдавайте. И за Донбасс держитесь. Каменный век. Но люди золото там лег. Какое-то пишет. Валентина тут пивенек. Игнат Тихонович. Вот вам назад было палатку. Вот вам велосипеды. Сделайте видео только о тех благословениях, которые по жизни вы получили реальные от Бога. Чтобы просто люди могли понять, как это прожить. Жизнь для Бога. Благодарю, Валентина. А то всегда приходили. А сейчас что-то долго нету. Давай отзывы свои. Приходи к нам. Западу там проще. Нападки. Врачебное искусство ни к чему. Вот давайте посмотрим. Вот судят что-то. Ни к чему. Стихотворение. Я ничего не поставил. Стихотворение поставил. На них тоже отзыв есть. То есть не согласны за что-то зацепиться надо. Что пишет? Дурость. Ну еще дурость. Ясное дело кто? И не имя, ничего нет. Какие-то цифры. Человек враждебный. Что? Заблокировать. Все. Убрано и заблокировано. Все. Одна течка только. Поставил и больше его нету. А зачем? А тут само стихотворение. Дурость. А что дурость? Стихотворение это дурость. Как оно может быть дуростью, когда ты его не знаешь? Ну давай прочитаем. Что такое? Эпиграфом взято. Вторая параллельпоменон 16-12. Ты делал, Сааса болен ногами на 39-м году царствования своего. И болезнь его поделась до верхней части тела. Но он в болезни своей взыскал не Господа, а врачей. И его в 5-18. Ибо он причиняет раны и сам обвязывает их. И он поражает, и его же руки врачуют. Эпиграф. И дальше. Это мое стихотворение. Врачебное искусство ни к чему. Под приговором подпись главврача. Все. Был и не был. Не вместить уму, что тлеет и загарочка свеча. Чуть тлеет. Испробованы средства и умения. Прочитаны древнейшие рецепты. Но жизнь одна. Нажился. Тем не менее. За каждый слух цепляется смерть нацепка. Что точки сердца, почки сердца и кишечный тракт, Заезженный сухоедением постным, Переживанием, увы, не напрокат, Веригами не пойму моему ли росту. Ну, вдумайся сначала, что написано. Тут врач. Латыню тешащий недуг, Пренебрегающий болезнью многодневной. Он сам неизлечим, хотя и друг. Болеет за меня в три смены. Уподобляясь глубже. Уподобляясь губки на ветру, Все впитывая, насыщаюсь болью, С надеждой натощах и поутру, Изъеденной апистрахозом болью. Критические дни, Эпикрис, уже не здешний, К счастью безразличный. Во сне и наяву скольжение вниз, И ни одной зацепочки не сыщешь. Теперь, о чудо, в памяти рассвет, Прабабкины и дедовы молитвы, На беспричинное во мне дают ответ, Что прижилось, ожилось незримо хитро, Жилось незримо хитро. Из-под обломков рухнувшей мечты Родник слезы едва на свет пробился. Велик мой Бог! Все! Я погиб почти, Разбитый челн почти, Почти у пирса. Мой флаг приспущен, Но меня в порту Теперь другим иным уже дождутся, Усыновленным, а не сироту, Спасенным Назареем Иисусом. 2 мая 2003 года. Ну какая дурость? Это вся жизнь описывается. Дурость, когда человек Боится болеть, Боится умереть, Тот и прочее. Ну вот все. Ничего больше нету на этом. Заходите на наш православный Видеоканал, Вот он где. Ну и если... Даш, вот тут жития святых Выставляется внизу. Главное там нажать, Только с левой стороны главное. И вот те жития, Которые я насчитывал Еще в 90-е годы. Вот так. Ну тут что? У меня закрыто. Я ничего прочитать-то не смогу. Что было тут? Ну и ленточный. Так, показать. Тоже ничего нету На православном форуме. Новых ничего не поступило, А в мой мир Я не смог зайти сейчас. Так, Сбрасывать систему, Тут не пойму, Что ли. Ну вот, Слава Богу. А остальное, Что день прошедший был, Как? Ну я говорю, Стал очень рано, Почему комары Допекали. Не стал даже свет Тушить. Лежу, Сплю, И в руке Хлопушка. И вот не знаем, Откуда комары. У Виктора узнал, Через русскую печь. Он закрыл, И комаров нету. У меня тоже. Тут, думаю, Плинтуса нет нигде. Видимо, Напустили раньше, Они под кроватями спасались. Ну и теперь, Вот сегодня ночь была уже спокойная. Вчера тут Немножко недомогание было. Жара такая. Ну вот день, Что занятия прошли, Богослужения. Это все будет выставлено. Ну оно пока не обработано, Надо отсылать. Отсылать в другом месте, Там будут закачивать, Где могут. А оттуда я всегда копии Делал с Ютуба Каждый день На мой мир. Сейчас это не сделаешь. А кому-то доверить, Это мы двое будем входить Под один ключ. И сразу система кричит. Кто-то вошел, Они же не видят, Что кто зашел. Менять пароль, Опять менять. На дню менял я однажды, 18 раз пароль меняли. И потому Система-то заботится о нас. Кто-то зашел, Работает на вашем ресурсе. Она же не понимает систему. Умно обдуманная. Ну и все на этом. Вчера тут с голубями возился. Много. Как их выпускать. Батюшка пришел, Говорит, у Игоря Барабаша Два голубя. Уже вечером, Уже перед сумерками Откуда-то появились вроде бы, И он их принял там. Я скорее на велосипед поехал. Ничего не увидел, Их нету там. Позаботился о голубях. Вчера тут лечил кота. Дрались сильно, Весь живот там все раз. Ну все это расквашенное. Кое-как достал лекарство, Его тут обрызгал. Одним молоком только пою его, Отважив. Друг болеет. Надо. И богу славы. Ребята здесь Разобрали зал, Смотрят смотровой. Кино, Чтобы показывать детям. То есть это все воскресенье-то разрешалось. Надежда Васильевна, Всем дети пришили карманчики. Карманов нету, В руке платочки носят. Вчера пришили. Ну никогда не идите на эту дурность, Что над вами масоны издеваются. Карманов ни одного нету. Или высокие каблуки. Более дурного ничего не придумаешь. Уродует ногу. Идти невозможно. Ну маленько-то взрогните, Ну зачем дурниной давить это? Берите обувь на низком каблуке. Все. Мужчина, чтобы не брились. Бреются. А где видно? Мне рассказывает, Вот у нас уходит журнал Душа. Хороший. И один из наших здесь позвонил, Ему Олег его звать, Рыжов. И говорит, А что же там Осипов-то? В галстуке-то бритый. Что значит человек находится в патриархии? Как он на него? Да ты кто такой? Да он... Да не об этом речь ответит. Зачем он бреется? Ну это вот, Это в Ветхом Завете. Ну как в Ветхом? Апостол еще это? Жития святых иконы посмотрели. Ну это когда... То есть не верит. Не верит. Ему разницы никакой нету. Главное, что быть в этой системе. Он вне этого не понимает. В катакомбнике он не пойдет. А мы за него молились, Когда тот журнал запретили распространять. Журнал Душа. Вот. Хороший журнал. Все. Ну только тронули его. Даже не ожидал от него, Как он восстал. Глеба Грозовского там взяли за Подозрение там педофилии, Там что-то такое. Мы за него молимся. Мало ли что. У меня наказ близко, Чтоб никто не подходил. И детям чужие. Ни с кем не разговаривали. Вот и все. Завтра ехать встречать в Корчуре Едет роман роликов. Роликов. Богу нашему слава Во веки веков. Аминь.